Событие приурочено к 69 годовщине Великой Победы. В рамках акции в городе воинской славы Владикавказе прошла встреча участников проекта с юными миротворцами города. Также организаторы эстафеты встретились с главой ОМС Владикавказа Сергеем Дзантиевым. Затем на мемориале славы прошло торжественное возложение цветов в память героев Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие растяжкой на центральной аллее мемориала 200-метровой копией Знамени Победы. 9 мая участники акции вынесут знамя на Красную площадь, где она и будет завершена. Мы уверены, что вот такие сблазные проекты, интеграционные проекты, которые направлены на единение наших народов, они вот, знаете, капля за каплей, накапливаясь, будут ввести наши народы в восстановлению территориальной целостности нашей страны, в восстановлении единства и могущества нашей великой родины, границы которой исторически простирались от Бреста до Владивостока, от Севастополя до Северных Ледовитых морей. И то, что Крым и Севастополь сегодня перешли под юрисдикцию Российской Федерации, на наш взгляд, это однозначно символ того, что Россия стала на путь своего державного возрождения. Стартовал автопробег 17 марта в Севастополе. Его маршрут насчитывает около ста городов России и стран СНГ. Почти за 50 дней участникам предстоит преодолеть около 25 тысяч километров. Символ эстафеты Победы прибыл во Владикавказ из Нальчика. Следующую эстафету примет Республика Ингушетия. Марина Гассиева, Осетия ТВ